Доброе здоровьица, уважаемые посетители канала! Я начинаю такую новую рубрику, в которой я буду рассказывать, вот по мере чтения четырехтонника целительных сил, приводить из него примеры. Примеры можно так сказать, альтернативного лечения с помощью методов натуропатии, народной медицины, которые показали себя весьма эффективными. Однако, прежде чем что-то начинать делать, я подчеркиваю, сначала изучите этот материал целительной силой, чтобы вам все стало понятно, как работает, а потом только сможете немножечко попробовать. При этом важна ответственность за все действия брать на себя. Еще разок, не уверен, не обгоняй. Прочитали, посмотрели, ага, так-так-так, хорошо, ну и ладно. А если же решили, надо себя образовать. Дело в том, что такого рода знаний, как я, в этих книгах преподнес читателям, нигде нету, поэтому их надо изучить в первую очередь. А потом что-то потихонечку попробовать. И обязательно брать ответственность на самого себя. Либо вообще не делайте. Ясно? Понятно? Ну а теперь вперед! Пример. Надежда Алексеевна. Город Энергодар. Когда мне был уже 31 год, я начала внезапно терять волосы. У меня был нервный стресс, и волосы выпадали пучками. Мой мастер-парикмахер, она была пожилая иранка, посоветовала мне делать перед мытьем головы компресс из теплой мочи. Я выполнял эту процедуру в течение 6 месяцев, и мои волосы восстановились полностью. Исчезла перхоть, зуд головы, волосы стали блестящие, шелковистые. Компресс я делала 2-3 раза в неделю. Только вначале я очень коротко стриглась. Помню, после первых 3-4 процедур у меня на голове появилась сыпь. Был страшный сдут, болячки. Но я все перетерпела, так как Анна Харет сказала, что это все пройдет. Уже прошло около 17 лет с того времени, а я до сих пор благодарна ей за совет. Комментарии и рекомендации. Стресс это указатель внедрения патологической энергии информации в организм. Выпадение волос вместо локализации его. Урина, обладающая солнечным цветом, а следовательно и частью его свойств. Сильнейший очиститель. Процесс очищения, высыпание прыщей, зуд и прочее. Избавившись от скверны, организм сам восстановил рост волос.